Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в студии Юлия Бережанская, врач-педиатр Одинцовской областной больницы. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Сегодня говорим о профилактике заболеваний и состояний, которые могут быть вызваны и могут произойти в условиях режима самоизоляции. Да, тема актуальная, условия экстремальные и за этим, конечно, следует ухудшение, к сожалению, здоровья в целом семьи и взрослых и детей. По каким основным направлениям? По ряду объективных и субъективных причин. Пять основных, которые я выделяю, я обычно про которые говорю, но можно еще пять точно найти. Но в первую очередь в разы снизилась физическая активность. Никуда не ходим, ничего не делаем. Максимум диван, холодильник, кровать, маршрут известный. И, в общем, наматываем круги по этой траектории. Заставить себя достаточно тяжело, особенно если мы говорим про работающих родителей, которые на удаленке и поневоле им приходится себя сажать за рабочее место. И детей приходится сажать еще за что-то, чтобы они дали такую возможность поработать. Поэтому нет прогулок, нет каких-то естественных способов двигательной активности. Поэтому это сейчас проблема. Она на сегодняшний день не так актуальна, какие последствия могут быть по этой причине, как только все закончится. К чему может привести гиподинамия? Гиподинамия, если говорим про детей, то в первую очередь это может нарушить питание. Потому что могут быть как избыточное питание, как пониженное питание. То есть нарушение вот этих вот процессов пищеварения. Потому что меняется режим, меняются условия. Проблемы могут быть со сном. Потому что мало движения, перевозбуждение. Это все влечет за собой гормональные какие-то проблемы. Конечно, мы не говорим в коротком промежутке, неделю-две. Но если это будет больше месяца и никак не будет профилактироваться, то можно в итоге получить большие, небольшие, но проблемы. С которыми опять же придется потом как-то бороться. Мышцы, суставы, все это не двигается. Если говорим про взрослых, то может приводить и к обострениям каких-то хронических заболеваний. Астехондрозы, обострения, если сидим, скрючившись целый день у компьютера или еще где-то. Поэтому задача взрослого контролировать себя, контролировать свои действия, включать физическую активность в любую свою жизнь и тем самым мотивировать детей. Потому что сказать, сидя на стуле или на диване, Вася, давай-ка быстро что-нибудь поделай, там отжимания, приседания. Или как вот в футболе. Не очень действенная способ. Не очень действенная. Да, и даже в нашей семье старшему сыну куда-то там погнать, 10 раз отжаться очень тяжело. Только когда вовлекаешься вместе с ним и что-то начинаешь параллельно делать, вот тогда все подключаются. Включая собаку, все прибегают на спортивные занятия. Поэтому здесь тоже важно понимать проблему. Понимать, что если мы не будем сейчас какими-то минимальными мерами профилактики заниматься, то потом придется этим заниматься уже по экстренным каким-то моментам. Как говорится, как клюнет кто-то в одно место, тогда придется и проблему решать. Здесь осознанность и планирование в течение дня какой-то активности. Для нашей семьи спасение – это танцы. Потому что танцы всем нравятся, дети как угодно танцуют, музыка веселая, эмоциональный фон. Ну и взрослые, пожалуйста, подключаются. Это тоже движение общее. Все суставы работают, дыхательная система, сердечно-сосудистая система. И даже 5-10 минут – это дает очень хороший результат. Это как кардионагрузка. Кардионагрузка с большим удовольствием. То есть не надо себя заставлять, не надо контролировать и выжидать, когда минута закончится. Или там вот 20 раз надо срочно доделать. То есть это вот то, что мы не замечаем. Поэтому есть 5 минут перерыв. Включили себе песню. Один родитель или вместе с детьми, или как угодно, в зависимости от ситуации. Подрыгались, расслабились. И настроение, и работоспособность, соответственно, повышается все. Дальше идут в ход уже все те приспособления, которые дома у всех есть, но которыми никто не пользуется. Как мне одна мама поделилась позитивом и положительным моментом от карантина, что она перестала вешать белье на беговую дорожку. А наконец-то начала ее использовать по назначению. Поэтому у кого-то есть велосипеды. Вспомните, они стоят на балконах. Висят на балконах. Можно даже лыжи с балкона принести и что-то с ними поделать, с лыжными палками. Поэтому здесь важно оценить, что есть дома. У всех есть скакалки, у всех есть какие-то мячики. Мы вот играем в коридоре в пинг-понг. Без всяких этих, кто об стену, кто как. В общем, тоже есть три ракетки, пять мячиков и все какую-то активность осуществляют. Сейчас очень модно и онлайн-тренировки, есть фитнес-резинки, есть видео на ютубе для детей, йога. В общем, все что угодно. Было бы желание. Даже хотя бы ходьба из одной комнаты в другую. Или вот эти вот шаги сейчас модно, шагомеры. Какой-то минимум себе ставим. Не на месте тортаться, а чем-то заняться. Слушаем музыку, книжку читаем параллельно. Найти то, что по душе и не в тягость. Хотя бы вот эти пять минут внести какой-то двигательной активности в свою жизнь. И уже каждый день про это напоминать себе. Идеально будильники какие-то или какие-то таймеры. Что зазвонил будильник, и это сразу звоночек. Надо пять минут что-то поделать. Или, не знаю, три раза присесть. Или два раза отжаться. Кому что нравится. То есть здесь уже на потребность человека, на потребности детей, у кого есть какой-то спорт, который был, можно тоже в какой-то форме его. Получается, самое главное, всю эту физическую активность запланировать. То есть внести в план и тогда поставить будильник, как вы рекомендуете, и тогда уж точно это осуществится. Для меня это вариант, который мне вот дает... Танцы. Танцы, да. О, будильник звонит, танцы срочно. Вот, поэтому это однозначно, надо, по крайней мере, про это подумать. Потому что прежде чем внести это в какой-то график, запланировать, важно это на будущее мысль такую в своей голове посетить. Потому что это важно. Гиподинамия – это раз. Это раз. Какие еще опасности? Второй момент – жалуются все на переедание. Однозначно. Хотя я скажу, у нас ситуация обратная. Слишком много всех, кто ест. Поэтому у нас все дозировано, лимитировано. И переедания у нас точно нет. Наоборот, для меня плюс – держать себя в форме и выходить на какие-то лучшие результаты. Но многие перекусы, не то, что надо, заедание каких-то эмоций, потому что скучно, потому что надо как-то развлечься. Надо что-то делать, но не хочется. Вот это у нас дети этим занимаются. Без конца давай чай. Хорошо, на чай давай бутерброд. И так дальше по кругу. А там еще есть вкусные конфеты. Ну, конфеты уже все вкусные. Давно закончились. Вот, поэтому здесь, опять же, важно. Хочешь поесть – сходи попей, как говорится. Учиться немножко слушать свои ощущения. Есть тогда, когда хочется. Когда реально есть какой-то голод, а не за компанию, а не потому что скучно, а не доедаться еще кем-то. Здесь, конечно, большая проблема – это нарушение пищевого поведения. Как правило, у всех редко, кто бывает с адекватным и здоровым отношением, кем-то еде, и в моей семье тоже есть определенные моменты. Конечно, есть предпосылки из недалекого прошлого к этому. Но со всем этим можно потихонечку-потихонечку бороться. Так как изолированный, так как закрытый, есть и возможности, и время пересмотреть какие-то вот такие уклады в семье. То есть есть режим питания. Завтрак, обед, ужин, там условно все зашли, вышли, тарелки сдали, и все, кухня закрыта, лавочка прикрыта. Тогда, когда нет возможности вот этого бесконечного таскания. Если кто-то хочет что-то перекусить, то заменяем перекусы сухомяткой на фрукты, на овощи, на сухофрукты, на орехи. То есть то, что не даст того вреда, но и будет плюс-минус на пользу. И тем самым уже не будет тех проблем, которые могут быть от переедания. Там у нас и избыточный вес, и опять же гормональные нарушения. И из этого состояния потом тяжело выйти, потому что за месяц это уже может стать привычкой. И потребность на свободе, она будет все равно искать, как себя реализовать. Поэтому здесь тоже важно с бутербродом в руке, который во рту, остановиться и подумать, а хочется ли его сейчас, а нужен ли он сейчас. Чтобы потом не было мучительно больно. Какие еще проблемы могут быть? Следующий момент, на который тоже спрашивают, обращают внимание, это отсутствие свежего воздуха и прогулок. Повезло тем, у кого есть частный дом, и они могут 24 часа находиться на улице, наслаждаться этим моментом на своем участке, ни с кем не контактируя. Но большинство заперты, конечно, в многоквартирных домах, и особенно те, кто все-таки строго соблюдает изоляцию. Моя семья достаточно строго соблюдает. У нас и старший ребенок уходит только с собакой гулять, иногда в магазин. Я вот только на такие какие-то мероприятия, а так никто не гуляет, не выходит. И мы месяц, младший ребенок 6 месяцев уже не был на улице. Но не проблема, не вижу я в этом какой-то кардинальной сложности, как многие об этом говорят. Все-таки не на год, не совсем мы сидим без воздуха в бункере. Поэтому ищем те возможности, которые есть. Проветриваем регулярно. Многие искусственно себя этим ограничивают. Пусть это будет мотиватор для пассивного закаливания, который тоже можно сейчас начать в условиях карантина, в условиях изоляции. Многие боятся этого делать, менять какие-то такие устоявшиеся принципы в семье. Поэтому проветривайте хоть целый день. Воздух свежий. У кого есть балконы, гуляют на балконах, одеваются, раздеваются. Еще какие-то... Можно активность какую-то ту же самую двигательную проводить на балконе, так как там будет и физическая активность, и закаливание, и температурное воздействие. Совмещаем приятное с полезным, комбинируем. Детям это нравится. Поэтому используем, опять же, то, что есть по возможности. Нет балконов, нет возможности гулять. Значит, проветриваем регулярно, сквозное, одностороннее, какое хотите, что можете сделать в условиях тех, которые находятся. Но проблему большую из этого делать не надо. Это не повод нарушать и не увеличивать контакты. Вы как врач, как мама четверых детей, вы за самоизоляцию, за то, что лучше остаться дома, не выходить лишний раз, не жарить шашлыки, как только установилась теплая погода. Ну, если в своем доме, пожалуйста, жарьте. Ну, когда это в таких моментах маме объясняю, что вроде вот ничего я с ребенком в коляске не трогаю. Вроде бы вот я все в перчатках, там лифт, еще что-то, еще что-то. Вот у меня 6-месячный ребенок, что я там могу сделать, выходя на улицу? Ну, во-первых, вы выйдете на улицу, и на вас посмотрит мама из соседнего окна и подумает, почему она вышла, почему я сижу. И точно так же будет выходить, и будет вот это столкновение. У лифта, в подъезде, 50 колясок встретились. Поэтому здесь важно, конечно, взять ответственность за такие действия, понять, что это вынужденная и очень нужная мера, и немножко подождать. Потому что мне тоже очень хочется, чтобы мои дети гуляли. Но я понимаю, что если я выйду на улицу, даже если это будет какая-то вынужденная мера, кто-то на меня посмотрит, и точно так же. Мы один раз, мы вот только сейчас. И весь дом, все, сколько там у нас квартир, все вот одномоментно, условно, выйдут. Там с разницей в 5-10 минут. Это проблема. И многие ее не понимают именно вот в таком контексте. Проветрили комнату, сделали разминку, не переедаем, выпили воды. Если вдруг решили перепустить бутербродом, и что дальше? Еще важный момент – нагрузка на зрение. Родители работают, и, как правило, это сейчас дистанционная удаленная работа. Это или ноутбук, или компьютер, или телефон, или планшет. Дети учатся дистанционно. Это ноутбук, компьютер, или планшет. Дети, которые помладше, вынуждены более часто, опять же, сидеть за теми самими же гаджетами, потому что взрослому нужно время что-то поделать, или надо как-то отвлечь, и какую-то минимум тишину тоже создать в определенные моменты. Поэтому нагрузка в разы увеличилась, и про это тоже важно понимать. Поэтому здесь, как профилактика, во-первых, осознать, что есть такая проблема в помощи планирования перерывов. 20 минут работы прошло, делаем перерыв хотя бы на несколько минут. Прошлись это и двигательная активность, глаза, зрительная гимнастика, посмотрели вдаль, вблизь, зажмурились. Там еще какие-то упражнения разные есть, можно найти. Не делаем после 8 часов какую-то такую работу на мелкую моторику, это в плане детей. Какие-то пазлы не собираем, не раскрашиваем, в общем, глаза бережем во второй половине дня. Помним про временные ограничения, про детей, это не больше часа в день с перерывами, то есть два раза по полчаса, это для многих нереально, но это работает, если это контролировать, и если дети об этом знают. Поэтому ввести такое правило. Полчаса прошло, значит, до свидания, занимаемся чем-то другим, потом следующее полчаса. А что делать тем, кто сейчас находится на дистанционном обучении, проводит далеко не час за монитором компьютера? Учителя регулируют какие-то моменты гимнастики, переключение на длительное, мелкое сосредоточение. Дочку, по крайней мере, наша учительница делает такие перерывы. Английский язык тоже делают какие-то эти, встали, сели, побежали, туда сходили, руки, пальчики размяли, в общем, какие-то такие моменты. А для родителей, для работающих, сами делаем перерывы. Вот прошло полчаса, будильник зазвонил, значит, две минуты прервались. Опять на полчаса, опять потом прервались, чтобы это не было многочасового сконцентрированной работы зрения. Потому что тогда будет уставать, безусловно, зрительный анализатор. Перед сном никаких телефонов. Вот это вот очень часто и моя проблема, когда ложишься сразу в экран. Это тоже очень вредно, особенно в темноте. Поэтому здесь важно себя контролировать, работать над этим, телефон на зарядку и в другой комнате. И уже будет лень встать за ним, если он не рядом, здесь в шаговой доступности. И уже решение проблемы. Поэтому в рамках условий стараемся хотя бы хоть что-то сделать. Не будет того, что все рекомендации можно соблюсти. Хотя бы одну из них. Хотя бы два раза по пять, по десять минут сделайте перерыв. И это будет лучше, чем ничего. То есть во всем адекватный подход. Не надо здесь каких-то марафонов устраивать или еще что-то. Просто нужно, наверное, адекватно относиться в первую очередь к себе, к своей семье, к тому, что сейчас происходит вокруг. И главное соблюдать, конечно же, режим самоизоляции и попытаться найти и в этих условиях плюсы для себя, для своей семьи использовать грамотно, правильно то время, которое высвободилось сейчас за счет карантинных мер. Ну, по крайней мере, попробовать. Потому что один день получится, второй день не получится. Но это жизнь. Это не проблема. Не надо по этому поводу расстраиваться. Я не знаю, как нашим телезрителям, но мне очень понравился совет с танцами. Поэтому с удовольствием возьму это на вооружение. И обязательно возьму за практику. Это очень хорошее. И самое главное, оно сделалось. Это действительно позитивно. Вы только об этом сказали, и сразу улыбка. Все, я прям представила, что сегодня вечером будет дискотека. Это важно. И ритуал семейный. Все вместе. Юлия, спасибо за ваши советы. Всего хорошего. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Оставайтесь дома. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok